Сегодня Светлана чувствует себя гораздо лучше, а накануне волновалась не столько за себя, сколько за парализованную мать. Это было страшно. Что-то мне еще за маму я очень переживала. Самое главное. А потом уже, когда все стало вроде нормально, потом сама очень почувствовала плохо себя. Когда приехали, там они прям стеной стояли, сразу определяли, куда, кого. И здесь тоже очень внимательные. Спасибо им огромное за все. Очень хорошо. Сегодня спасибо врачам, говорит и Антонина Касаткина. Вчера у девушки был день рождения. Вышло так, что уж точно – второго рождения. Очень быстро привезли в больницу. Все очень быстро привели в себя. И все хорошо. На удивление. Так-то уже нас выносили, конечно же. Меня почти без сознания выносили. С дома, с третьего этажа. Как отмечают сами пациенты, они получили качественную и скорую, и стационарную помощь. Справиться с пережитым стрессом им помогают психологи. Побольше пить жидкости обязательно. Говорить лечащему врачу, если тревога усиливается, если плохо спите. Ну, в крайнем случае успокоительные препараты на ночь хотя бы, да. Побольше общайтесь с родственниками, с друзьями общайтесь. Не с вашим событием, которое случилось, да, а просто общайтесь о благополучных каких-то моментах. Сегодня большинство погорельцев готовится к выписке. В палатах интенсивной терапии и реанимации остаются пять человек. Состояние больных в наших абсолютно не вызывает никаких опасений. Жизни ничего не грозит. Единственное, что нас, так скажем, озадачивает, но это совершенно нормально, это обострение хронических заболеваний, которые имеются у нас у тех людей, которые у нас относятся к средней степени тяжести. Состояние ребенка, находящегося в 9-й городской больнице, за прошедшее время стало лучше. И тоже будет готовиться ребенок к выписке. После выписки пациенты отправятся либо к родственникам, либо в пункт временного размещения. Он развернулся в пансионате Нева. Там для их размещения готово все необходимое. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.